Всем привет друзья, с вами канал Оази Знаний. Есть животные, которые выглядят так, будто нашли плащ-невидимку Гарри Поттера. Некоторые из них полностью прозрачны и только пара глаз говорит о том, что под стеклянной кожей скрывается живое существо. Самое любопытное заключается в том, что не все виды изначально были такими. Они с годами становились частично или полностью прозрачными, так как например стеклянный осьминог или стеклянная лягушка. Да, я его насквозь вижу. Говорим мы иногда про какого-нибудь человека и слава богу эта фраза имеет переносное значение. Но сейчас мы покажем вам 10 живых существ, разделяющих с нами эту планету, в отношении которых эти слова резко приобретают буквальный смысл. Среда обитания большинства этих животных – вода, ведь именно здесь прозрачность их тела особенно полезна в деле самосохранения. Венерин пояс Венерин пояс – это довольно большой грибневик. Это хищное прозрачное лентообразное животное, которое питается планктоном. Это животное может достигать длины в полтора метра, плавает при помощи специального органа равновесия, располагающегося в середине тела, рядом с ротовым отверстием. Самой примечательной его особенностью является лентовидная форма тела. Иногда животное сворачивается и становится действительно похожим на пояс. Но почему венерин? Потому что 8 родов пластинок переливают за всеми цветами радуги и получается очень красивое зрелище. Грибневик не является медузой, даже не имеет с ними родственных связей, хотя называть их по-другому не выходит. Внешние грибневики легкие, прозрачные, с юбочками-лопастями и грибными пластинами. У них нет мозга, сердца, скелета, зато есть нервная система, органа равновесия и способность к люминесценции. По самым последним данным ученых, грибневик является одним из первых живых созданий на планете Земля. Ранее считалось, что этот титул принадлежит морским губкам, гораздо более примитивным существам. Моллюск-морской ангел Полупрозрачное миниатюрное существо является грациозным пловцом. Наблюдая за ним, создается впечатление, что он исполняет прекрасный танец с неторопливым смахиванием крыльев, как будто пара в воздухе. Любуюсь этим завораживающим полетом, сложно предположить, что моллюск-морской ангел является эволюционировавшей древней улиткой. Ее родственники-слизняки и обычные улитки, которых можно встретить в своем саду. Ангелы делают взмахи своих крыльев, как и бабочки, по той же траектории, по восьмерке. Подобные сложные тибиво движения наглядно демонстрируют очень высокий уровень развитой нервной системы моллюска. За плавание отвечает скопление нервных клеток, педальные ганглии, формирующие некий орган наподобие мозга. Именно он позволяет морскому ангелу виртуозно и быстро перемещаться в толще воды, что способствует эффективной охоте. Стеклянный сом. Эта двухсантиметровая рыба является настолько позрачной, что сквозь нее видно не только ее внутренние органы, а даже окружающий ее ландшафт. Сомпризрак примечателен своим внешним видом, особенность заметна с первого взгляда, практически полное отсутствие окраски тела. Кожа, мышцы и чешуя лишены окраски и выглядят прозрачными, из-за чего вид и получил такое название. Окрашенным остается позвоночник, плавательный пузырь, внутренние органы и голова представителей вида. Из-за прозрачности сомов их тела пропускает солнечный свет, что позволяет им быть неприметными в естественной среде. Тело длинное и приплюснутое в боковых частях. Размер взрослой особи составляет 5-12 сантиметров. Данный сом происходит из речных систем Юго-Восточной Азии, преимущественно на территории современного Таиланда. Встречается также в реках, впадающих в Сиамский залив. Жук-золотая черепаха. Жук-золотая черепаха стал популярным благодаря своему необычному внешнему виду. Его панцирь переливается в солнечных лучах просто невероятными золотистыми оттенками. Относится жук к семейству жуков-листоедов, которым также относятся вредители, колорадские жуки. Раньше вид назывался каптоцикла двухцветная, но сегодня это название устарело. Современные названия жук получил благодаря тому, что на панцире имеется хорошо выраженный рисунок в виде черепахи. Панцирь у этих жуков невероятной красоты, его нередко сравнивают с тонкой работой ювелира. Щиток закрывает голову, ноги и усы жука. Насекомое может прятаться под этим панцирем, как черепаха. А крас жука золотистый, иногда он отдает зеленым и красными цветами, напоминает жемчужину, внутри которой находится драгоценный слиток металла. В прозрачной оболочке панцира содержится жидкость. Жук способен контролировать количество жидкости при помощи микроскопических клапанов. В зависимости от ситуации, жук увеличивает или уменьшает объем жидкости в результате свет, отражающийся в жидкости, и создает иллюзию изменения окраски. Стеклянная бабочка. Гретаота или стеклянная бабочка – уникальный вид бабочек, который является представителем класса насекомые. Тому, кто видел стеклянную бабочку, открывается таинство цветов. Это милое, хрупкое создание прекрасно. Стеклянная бабочка Гретаота является одним из красивейших насекомых планеты. Бабочка Гретаота выглядит совершенно невесомой. Это создание невероятно нежное и утонченное, будто хрустальное. Крылышки, которыми природа одарила эту волшебную бабочку, невероятно прекрасны. Они настолько прозрачные и тонкие, что цветятся насквозь, словно стекло. В стеклянной бабочке отсутствуют цветные чешуйки, которые придают цвет крыльям бабочек. Однако, под определенным углом падения света, стеклянная бабочка сменяет свою позрачность и начинает переливаться, словно мыльный пузырь. Бабочка Гретаота выглядит необыкновенно. Это настоящее чудо природы. Стеклянная лягушка. Стеклянные лягушки – это самые настоящие живые представители земной фауны. Это земноводные, которых ученые относят к отраду бесхвостых. Семейство, объединяющее этих существ, так и называется – стеклянные лягушки. Точно такое же название носит и род. Сколько в мире чудес. Главным творцом великолепия нашей планеты можно считать матушку природу. Она не перестает удивлять своей изобретательностью. Вот казалось бы, обыкновенная лягушка, что в ней такого особенного. Но и среди этих существ найдутся экземпляры, при виде которых не удержаться от восхищения. Впервые исследователи описали это прозрачное животное в 1872 году. Сегодня на нашей планете существует приблизительно 60 видов этих красавиц. Особенность строения брюшка животного такова, что сквозь кожу можно увидеть все внутренности животного. Кажется, что все тело лягушки будто сделано из цветного желе. Именно поэтому животное и получило название стеклянные. Прозрачные сальпы. Ни рыба, ни бедуза, ни моллюски, даже ни червь. Что это такое? Косок холодца гоним и течением. Прозрачное тело, похожее и не похожее на рыбу. Одновременно без чешуи и мозга, с какой-то оранжевой пельмениной внутри. Такова сальпа. Живописно, столь же и интересно, сколь и странное на первый взгляд. Так что же такое сальпа? Это вам не какое-то беспонтовое беспозвоночное. Это героиня, гордая носительница хорды, хрящеподобного и эластичного предшественника позвоночника. Фактически сальпы нам однее, чем какие-нибудь осьминоги. При этом устроена животина куда проще, чем головоногий носитель тентаклей. Вместо развитой мускулатуры простенький кожно-мускулистный мешок, управляемый одним единым нервным узлом. Тот же самый маленький узелок встроен глаз, который внимательно отличает свет от тьмы. Вот, в общем-то, и вся незатейливая организация морского холодца. Прозрачный морской огурец. К одним из самых необычных животных, обнаруженных на глубине 2750 метров, относится галаутория или морской огурец. Галаутория обладает невероятной способностью к регенерации. В случае опасности для жизни морской огурец, резким сокращением мышц, может с легкостью избавиться от части своих внутренних органов. У этих древнейших представителей подводного мира полностью отсутствует мозг и органы чувств. Однако они играют очень важную роль для кассистемы океана. Галаутория обладает невероятной способностью к регенерации. Впрочем, могут воспроизводить свое тело из половины и даже одной четверти того, что от него остается. Хотя до первоначальных размеров, как правило, уже не вырастают. Процесс регенерации потерянных органов происходит довольно быстро, в течение 3-5 недель. Наиболее распространены галаутории или морские огурцы в водах тропиков и субтропиков, предпочитая обживать коралловые рифы и поросшие густой растительностью каменные грунты. Морской крыжовник Морской крыжовник имеет единственное сходство с крыжовником обыкновенным по округлой форме. На самом деле это изящное и хрупкое животное с прозрачным тельцем из группы грибневиков. Его называют пиратом моря, потому что этот малыш размером всего-то около 2,5 см может заглотить до 5 мальковой рыбы в раз. На нижней стороне тела расположены роды два щупальца, которые в 10 раз длиннее тела. На щупальцах есть большое количество волосков с хватательными клетками, которые выделяют клейкое вещество. Исследование показывает, что морской крыжовник около 600 миллионов лет назад обзавелся мозгом и двигательной системой, независимо от остального животного мира Земли. И раньше его стал отдельной ветвью эволюции, вероятно первым животным на планете. Стеклянная креветка Стеклянная креветка, или индийская стеклянная креветка, или креветка-призрак. У этой небольшой, практически прозрачной креветки много разных имен. Но каждая из них очень точно описывает ее, так как она практически незаметна. Условия, в которых стеклянная креветка проживает в природе, очень разнятся и зависят от вида. Некоторые из них живут в солоноватой воде и быстро погибают, если пересадить в полностью пресную. Но те креветки, которых мы покупаем, полностью пресноводные и обитают в Индии. Эти креветки хорошо подходят для содержания в аквариуме с маленькими рыбами, так как помогают содержать аквариум в чистоте. Живут стеклянные креветки недолго, примерно полтора года и могут вырасти до 4 сантиметров при хорошем уходе. С вами был канал Азии Знаний. Если вам понравилось видео, поддержите канал лайком и подпишитесь. А на этом все. До новых встреч.